Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Средства массовой информации разразились нокаутирующей сенсацией, Саудовская Аравия не будет продлевать двустороннее соглашение с США, в рамках которого вся торговля арабской нефтью в обязательном порядке производилась в долларах. Чтобы понять механику грядущих тектонических сдвигов в мировой экономике, придется хотя бы конспективно освежить историческую память. Ранее американские финансисты стали разрабатывать мировую финансовую схему, которая сделала бы Штаты планетарным гегемоном и надзирателем, что, собственно, и произошло в итоге. В городок Бретон в Уз в штате Нью-Гимпшир съехались представители стран-союзниц. Американскую делегацию представлял экономист Гарри Уайт, от Британии присутствовал его коллега Джон Кейнс, Союз же отправил заместителя наркома внешней торговли Михаила Степанова. Председательствовал министр финансов США Генри Маргентау. Американцы сходу взяли быка за рога, упирая на то, что на текущий момент Штаты обладали крупнейшими запасами золота, самой мощной экономикой, промышленностью на своей территории. Вашингтон потребовал от участников согласиться принять доллар как единственную мировую резервную валюту. Это означало, что отныне любые товары на мировом рынке должны номинироваться в долларах, а сам бакс привязывался к запасам и стоимости золота в хранилищах казначейства. Британцев эта схема устраивала, так как в соглашении сразу же прописали особый статус фунта и отдельные льготные режимы торговли. Советский Союз не получал ничего, кроме обязательств вкладываться в американские ценные бумаги и тянуть на своих плечах задачи поддержания американской финансовой, а значит и гегемонии. Прекрасно осознавая шаткость советской экономики в тот момент, Сталин тем не менее предложение решительно отверг. В результате встречи американцы и британцы все равно сформировали хорошо всем известный сегодня Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Бретон Вуд стал поршнем, который разогнал экономику США. Благо теперь на поддержании его валюты работал фактически весь мир, а Вашингтон мог печатать деньги буквально тоннами, не боясь гиперинфляции. Так продолжалось до 1971 года, когда доллар исчерпал такие свои возможности в том плане, что в резервах просто закончилось физическое золото. Но США уже вошли во вкус мировой власти и не собирались ради такой мелочи ломать удобную и крайне выгодную систему. Потому президент Никсон отменил золотой стандарт, и мир вошел в период так называемой ямайской валютной системы, в которой доллар более не был привязан к желтому металлу, а стал поддерживаться за счет ресурсов развивающихся стран. Многие историки сходятся во мнении, что именно закручивающаяся спираль стала причиной трансформации мировой экономики. В 1974 году, когда по миру гулял финансовый кризис, штаты сделали Саудовской Аравии предложение, от которого было сложно отказаться. На Аравийском полуострове не так давно нашли фантастические запасы нефти, которая начала свое триумфальное шествие в качестве королевы энергетики. Соединенные Штаты предложили саудитам подписать соглашение. Взамен потребовали сущую ерунду. Саудиты должны были согласовывать с Вашингтоном объемы добычи нефти, приоритетно продавать ее американским компаниям, а полученные прибыли вкладывать в американский трежерис. Саудовская Аравия в тот момент переживала сложные времена, а потому шейхи согласились. Двустороннее соглашение каждые пять лет автоматически продлевалось, но теперь, судя по всему, вторая сторона досыта наелась статусом резервного бензобака Америки. Бедный американский адмирал Ставридис, он так хотел пошутить, сарказм выразить, а вместо этого взял и неожиданно сказал чистую правду, США нынче под санкциями. Причем до него даже не дошло, это не юмор, а все так и есть. Напомним, Ставридис негодовал, что российские танкеры с серой, по ему мнению, нефтью свободно проходят через Суэцкий канал и кратчайшим путем идут в Азию, с минимальной ценой доставки. В то время как западные корабли вынуждены идти вокруг Африки, теряя деньги и терпя кучу неудобств. И как он тогда выразился? Можно подумать, сказал он, что под санкциями находится Запад, а не Россия и, внезапно, какая гениальная мысль, а ведь Ставридис случайно сказал правду. Просто Россия и Иран, это же не империя лжи, как Владимир Владимирович окрестил западный мир. Мы не шумим, не пиаримся, мы делаем дело, разрушаем эту империю лжи, молча, но крайне эффективно. США сперва заявили, что им просто-таки очевидно, что виновником прилетов по их базам был Иран, и все прямо ждали, что Байден сейчас бахнет-бахнет. Но вместо этого Байден ответил по территории Ирака и Сирии, при этом еще и соврав, что США действовали по Ираку якобы с согласия местного правительства, что было с возмущением опровергнуто. Кстати, интересно, доволен ли теперь Байден судьбой, которая постигла генерала Ксир Мусови, кажется ли ему, что там игра стоила этих свеч? У него же теперь трон реально начал качаться. Вернемся, однако, к Ближнему Востоку. Возможно, мы ошибаемся, но Ирак и Сирия, куда решил ответить Байден, это точно не Иран. Хотя старина Джо известен тем, что он и раньше их путал. Ну да, не царское это дело в Ираках-Иранах разбираться, и тем не менее все подтвердилось. США не планируют действовать по территории Ирана, сообщает СНН со ссылкой на источники, передал сегодня ТАСС. Ну что же, мастерство не осталось без оценки. В Вашингтоне поняли, что тронуть Иран напрямую может стать им слишком дорого, чересчур они не готовы к этому. И в Иране это тоже поняли сразу же, по американским базам немедленно опять прилетело, уже после ответочки Байдена. На сей раз не Иордания, а провинция Эль-Хосеки, а Сири, так что Байдена в покое не оставят, это грандиозная ошибка, которую так и не поняли в США. Вместо того, чтобы поддерживать Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрией и Сербией. Да и вообще ей неплохо бы получить статус наблюдателя в шанхайской организации сотрудничества. Именно это сейчас предлагает самая популярная партия в Германии. Но обо всем по порядку. Через неделю в крупнейшей германской земле Баварии пройдут выборы в местный лантак. Событие важное, но все-таки лишь для Германии. Тем более, что особых сенсаций не ожидается, потому что главная неожиданность случилась пять лет назад на предыдущих выборах, когда неизменно правящий Баварии Христианско-Социальный Союз получил всего 37% голосов. Чтобы остаться у власти, был вынужден взять в коалицию тоже консервативную, но менее системную партию свободные избиратели. Ее лидера и заместителя премьер-министра Баварии, Хуберта Айвангера в ходе нынешней кампании пытались скинуть с корабля истории, обвинив его в школьные годы. Но он удержался, и теперь коалиция Христианско-Социальный Союз с избирателями имеет все шансы остаться у власти. Да, Христианско-Социальный Союз может получить еще меньше, чем в 2018-м, но сейчас ей точно не до жиру. Однако баварские выборы интересны не результатом, а тем, с чем на них идет одна из главных немецких партий. Речь об альтернативе для Германии, а она выдвигает воистину революционные для Германии лозунги. Ее, кстати, уже давно можно называть не одной из партий, а одной из двух главных партий. Ее рейтинги в последние годы все чаще превышают 20%, сейчас 22% избирателей. Впереди нее только Христианско-Демократический Союз Германии и Христианско-Социальный Союз, у которой 27%. Но дело в том, что Христианско-Демократический Союз Германии и Христианско-Социальный Союз это разные, хотя и братские партии Христианско-Социальный Союз действуют только в Баваре. Где нет отделения Христианско-Демократический Союз Германии, так что если брать рейтинги отдельных партий, то получится, что АТК уже сравнялась с Христианско-Демократический Союз Германии и является одной из двух основных немецких партий. При этом ее все еще пытаются изолировать и маргинализировать, то есть не пускать к власти ни на каком уровне, ради чего все остальные партии отказываются вступать с ней в коллиции. Это крайне опасно для системных партий, потому что избиратели, видя, как изолируют конкретную партию, все больше склоняются к ее поддержке. Рано или поздно рейтинг альтернатива для Германии вырастет настолько, скажем, до 30%, что ее уже невозможно будет обойти. Потому что она станет не просто самой популярной партией Германии, без нее невозможно будет составить никакие коллиции, если, конечно, не записать в них вообще все остальные партии, кроме левых. Но такая коллиция окажется абсолютно неработоспособной. И пока что у системных партий есть запас времени, следующие выборы пройдут через два года, и до них альтернатива не успеет так сильно вырасти, хотя она очень быстро набирает популярность с начала десятилетия. Однако уже сейчас необходимо обращать внимание на то, что предлагает эта партия, о чем говорят ее лидеры, и тут как раз очень важны нынешние баварские выборы. Все помнят, что альтернатива для Германии – это партия евроскептиков и сторонников ограничения миграции.